Этот конкурс пройдет во всех муниципалитетах края. В Сочи участие в нем примут более 800 человек. Все они члены творческих коллективов города. Репетиции, столь масштабного мероприятия, уже большой концерт. Песня открытия конкурса будет исполнять сразу 10 хоров. Спеться такому коллективу солистов не так легко. На репетиции времени жалеют. Нужно быть единым целым, не выбиваться. Каждый коллектив не должен доминировать. Мы должны быть более патриотичными, мы должны понимать друг друга. Но поскольку это уже не первая репетиция наша вместе, было подобное мероприятие на День города, поэтому нам уже достаточно легко, и мы друг друга уже чувствуем. В этом году конкурс посвящен юбилею победы. Почти все выступления затронут тему патриотизма. Члены жюри, деятели культуры из Краснодара оценят каждый коллектив. Лучшие получат дипломы лауреатов. В прошлый раз по количеству наград Сочи стал лидером края. В этот раз, как признаются сами конкурсанты, соревновательный характер уходит на второй план. Участники постараются продемонстрировать в своем творчестве единство всех народов, населяющих город и страну. Мы хотим гордиться. Гордиться своей родиной, своей страной, своим городом. И это всегда отображается. Нам никогда никого не нужно приглашать и зазывать. Я уверена, что на это мероприятие и зрители придут совершенно с другой душой. Участие в конкурсе примут и актеры театральных кружков города. Они тоже усиленно готовятся, репетируют постановки. Также зрители смогут увидеть и кукольный театр. Главную роль сыграет сам Гитлер. Правда, в кукольном варианте. Название ироничной постановки «Сон Гитлера» говорит само за себя. Это наше такое посвящение артистам фронтовых бригад, которые работали во время войны, которые работали в госпиталях, которые работали на фронте. И вот Сергей Владимирович Образцов, великий кукольник с мировой известностью, он делал фронтовую программу. Кукольники выезжали и делали веселые такие сатирические миниатюры. И вот наша миниатюра называется «Сон Гитлера». Это реально был такой номер в театре Образцова. Но, к сожалению, не осталось каких-то видеозаписей, остались фотографии. И мы сделали что-то такое подобное. Также зрители смогут посетить и тематическую выставку изобразительного и прикладного искусства, которая будет открыта в фойе Зимнего театра. Концерт намечен на 27 марта. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.